Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. И мы читаем сегодня шестой псалом, который начинается словами начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. На еврейском языке слово шаменит, восьмиструнный, указывает как бы на грядущий день, потому что седмица — это жизнь в полноте здесь, на земле, а восьмой день — это то, что выводит нас за пределы земной седмицы. И в шестом псалме говорится о восьмиструнном инструменте, то, что называется шаменит по-еврейски. И само это указание на число 8 в шестом псалме — это как бы свидетельство о жизни будущего века. Вот этой традицией, такого истолкования придерживались Василий Великий, Григорий Ницкий и Анастасий. Они настаивают на том, что под осьмом, то есть под шаменит восьмиструнном, описание подразумевает жизнь будущего века, имеющую наступить после седьмиричной жизни настоящего века. и предзнаменованную осьмодневным обрезанием Господним. С воспоминанием об осьмом пророк прекрасно соединил и слово покаяние, о страшном суде Христовом и ожидающих наказаниях за грехи. Псалом учит, как можно умилостивить Бога и объясняет способы, как надлежит обращаться от грехов. Поэтому Псалом этот есть первый покаянный. Итак, шестой Псалом – это первый покаянный Псалом, который в самом начале уже обозначает цель покаяния – войти в восьмой день. Этот день незакатный, который, начавшись, он уже не прекратится никогда. И вот Давид молится словами «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». С точки зрения особенностей еврейского текста, наверное, более правильнее было бы здесь начать с имени Божия, потому что слово «Бог» указывает на гнев, на правосудность. Но Давид начинает со слова «Господи», которое указывает на милосердие, сострадание со стороны Создателя. И он как бы восклицает «Господи», то есть «милосердный, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Он как бы говорит «Я знаю, что Ты милосердный, и я надеюсь, что Ты не в ярости Твоей будешь обличать меня, и не во гневе Твоем наказывать меня». А действительно, Господь, для чего Он нас обличает? Божественное обличение имеет всегда педагогический смысл, они ищут для нас нашего исправления. И если Господь даже наказывает нас, в этом тоже есть какой-то педагогический смысл, когда мы, совершая тот или иной грех, сразу переживаем какое-то наказание. Хуже, когда, согрешая, мы будем чувствовать, что все нормально, ничего не меняется. Это я называю равнодушием небес, когда уже приговор тебе вынесен, и такой человек грешит, и нет никакого наказания, все, его судьба предрешена. В жизни верующих все не так, кого Бог любит, того и наказывает. То есть, любящий отец не может равнодушно взирать на наши ошибки, он всегда спешит нам на помощь, как и сказано, кого Бог любит, то он и наказывает. «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». О какой немощи может здесь идти речь? Имеется в виду немощь греховная. Это какие-то помыслы, какие-то деяния, какие-то поступки. Так что он молится, «Ибо кости мои потрясены». А как грех может потрясать наши кости? В книге Иова мы видим, как эта тема там тоже присутствует, когда Иов молит Бога и восклицает, «Кости мои напояны грехами юности моей, и вместе со мной хотят лечь в могилу». Кость — это символ основания нашей жизни. И если в основании грех, как один был писатель британский, у него был серьезный нравственный порог, это писатель Моэм, который считал, что этот грех владеет над ним на одну треть. А под конец жизни он вынужден был признать, что грех владел над ним на две трети. А только одна треть он как бы жил не под властью этого греха. То есть суме с Моэм вынес себе такой приговор. И действительно, когда немощь греховная, она проникает вовнутрь, она пускает какие-то корни, это потрясает человека всецело. «Исцели меня, Господи». Такой человек нуждается в исцелении. «Ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена». То есть грех — это потрясение и для тела, и для души. Особенно, кстати, плотские грехи, связанные с блудом. В Писании сказано, любой грех, который делает человек, он делает его вне своего тела. А блудник грешит против собственного тела. И человек оказывается в оскверненном состоянии. И здесь и душа сильно потрясена, и основания его физической, материальной жизни, кости, они тоже потрясены. «Ты же, Господи, доколе». Что значит «ты же, Господи, доколе?» Он как бы восклицает. «Ты не можешь смотреть на это равнодушно. Ты должен вмешаться. Ты должен что-то сделать. Ты должен поспешить мне навстречу». И воскликнув «ты же, Господи, доколе?» Далее Давид восклицает «обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Что значит «обратись, Господи?» То есть «посмотри на меня, возри на меня пресветлым ликом Твоим, действуй по отношению ко мне с открытием Твоего лика, обозначь свое присутствие в моей жизни тем, что Ты можешь избавить душу мою, спасти меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет пометования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя». Здесь Давид не отрицает наличие загробной жизни, но он здесь говорит о том, что если смерть настигнет его, то он не будет иметь инструмента исправления, он потеряет тело. А в библейском и святатическом понимании наше тело и есть инструмент исправления души, прежде всего души. Поэтому он говорит, ибо в смерти нет пометования о Тебе. То есть он как бы просит Бога до момента физической смерти помочь ему избавиться от действий греха. Мы уже установили, что это покаянный псалом. И далее Давид восклицает «утомлен я воздыханиями моими». То есть он уже устал от ожидания вот этих воздыхания, то есть он уже как бы не находит слов, и он воздыхает перед Богом, уставший от собственной греховности. «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложа мою, слезами моими омочаю постель мою». Конечно, новзаветный человек, в отличие от ветхозаветного человека, имеет больше средств для того, чтобы примириться с Богом. У нас есть святые таинства Церкви, таинство примирения Господня, это исповедь, таинство нашего освящения, это таинство святого причастия и другие таинства. А здесь полная неопределенность. Ад приближается, и ветхозаветные праведники точно все оказались в аду и находились там до того момента, пока Христос, сойдя в ад, не вывел их оттуда. И далее он восклицает, «Иссохло от печали, око мое, обветшало от всех врагов моих». То есть он устал уже от собственных слез. И здесь как бы некая такая сложность в тексте. С одной стороны он говорит, «Слезами моими омочаю постель мою, с другой «Иссохло от печали око мое». Так если он слезами омывает постель, то око его в слезах. А почему же после этого сразу говорит, что «Иссохло от печали око мое». То есть он как бы говорит, «Я выплакал уже все свои слезы, я выплакал, теперь мое око, оно иссохло, обветшало от всех врагов моих». Нашими врагами являются наши грехи, прежде всего. А так как за каждым грехом стоит какой-то бес, демон, то эти бесы и демоны, они являются нашими главными врагами. И, устав от их экспансии, он восклицает, Давид восклицает, «Удалитесь от меня все делающие беззакония». Это можно понять так. «Удалитесь от меня все, которые подталкивают меня на совершение беззакония». Действительно, грех – это то, что делают бесы и потом навязывают это нам. То есть они как бы творцы любого непослушания Богу. И мы помним, как змей, который вполз в рай, как он соблазнил наших родителей и поставил их на стези греха. «Удалитесь от меня все делающие беззакония». Это как бы такой самоэкзорцизм, он изгоняет этих бесов. «Ибо услышал Господь голос плача моего». То есть пока еще слезы были, уже тогда Господь услышал голос плача моего. Услышал Господь моление мое. То есть и теперь, когда уже и слез-то не осталось, и око, и сохло, Господь примет молитву мою. Вот здесь как бы надежда возвращается к нему. И последний стих этой главы, этого псалма. «Да будут постажены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Что значит «возвратятся»? Имеется в виду, пусть они возвратятся в ад, в этот огонь вечный, где им самое место, ибо этот огонь уготован для дьявола и его бесов, а не для человеков, как Христос сказал. «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его», имея в виду, что изначально гиенский огонь не был предназначен для человеков. Итак, мы сегодня исследовали шестой псалом, это как бы первый покаянный псалом в псалтыре. И далее, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать седьмой псалом. Это плачевная песнь царя Давида. Продолжение следует...